Сегодня в рубрике «Рассматриваем с пристрастием» мы знакомимся с интерактивным новостным порталом Кирова под названием «Про город 43». Мы смотрим на этот сайт как с позиции экспертов, так с позиции пользователей. Пробуем выделить какие-то ключевые моменты, которые, с одной стороны, помогают людям сориентироваться в том, что произошло в городе Киров, а с другой стороны, отвлекают его от этого знания. И вот сейчас мы находимся на главной странице этого портала. И что мы здесь видим? В первую очередь, я бы сказала, что самое сочное, самое яркое пятно, которое в первую очередь отвлекает внимание от всего, это дублирующийся баннер справа и слева «Жаркое лето» с компанией «Русинвест». Отвлекает оно от всего остального, в первую очередь, я думаю, с своим насыщенным сиреневым цветом, ну и, естественно, вот этим дубликатом, да, то есть ощущением того, что это является там либо подложкой сайта, либо вот какой-то очень темным, очень темным фоном, на котором все остальное. С точки зрения рекламы у меня много вопросов, потому что не очень понятно в этом рекламном баннере, что мне предлагает компания «Русинвест», кроме процентов. Ну и как такового интерактива кликать на этот баннер особо у меня желания не возникает, потому что в самом баннере не заложена идея, нет никакой мотивации, так кликни и что получишь. После этого, после вот этого двойного баннера, очень сочное пятно это вот рядом. Не пропустите, ждем вас когда-то, когда-то, потому что анимация, потому что рядом с ярким цветовым пятном, и вот, собственно, вот этот вот блок, он прям так сочно занимает, занимает мое внимание. Следующим, наверное, будет вот эта оптика Кроноса со своими минус 50%, во многом за счет анимации, но тоже абсолютно не кликабельный баннер, потому что если даже я захочу купить солнечно-защитные очки со скидкой, там все есть адреса, куда мне нужно идти. То есть никакого стимула кликать на баннеры, узнавать какие-то подробности там нет. Сразу скажу, что верхний баннер практически незаметен, как и многие верхние баннеры. Рекламодатели очень любят там размещаться, но с точки зрения эффективности он просто выглядит как шапка и очень часто пролетает мимо внимания пользователя. Вот ключевые такие мощные цветовые и анимационные пятна, которые внимание привлекают. На фоне этого всего рекламного многообразия, собственно, информационный блок, он теряется. Несмотря на то, что у нас здесь есть слайдер, все-таки новости и за счет очень мелкого шрифта, светло-серенького, и за счет проигрыша именно по яркости и по сочности, вот этот блок проигрывает. Сами фотографии, которые здесь подобраны в качестве иллюстрации к новостям, они недостаточно яркие, чтобы привлечь внимание. Что привлекает внимание? Человеческая эмоция, крупный портрет, либо какая-то яркая деталь, которая бросается в глаза в этой фотографии. Но, во-первых, в рамках потока новостей чаще всего не удается таких фотографий подобрать много, и поэтому мы делаем фотографии более иллюстративные, чем призывные говорящие. Вот слова, заголовки, на которые люди ориентируются, слова позволяют людям вычленять те ключевые термины, те ключевые блоки, которые их интересуют, на них они не кликают. Если мы посмотрим в Яндекс.Метрике, то мы увидим, что фотографии кликаются не очень активно, а вот именно сами заголовки, и они привлекают внимание. В этом смысле мне кажется, что у постоянных пользователей этого портала уже выработалась баннерная слепота, и они не сильно отвлекаются на эти яркие пятна рекламы, а стараются быстренько-быстренько кликнуть на пять основных новостей. К сожалению, вот этот блок, это блок, который по типу это самые свежие новости. Это не блок самые главные новости. Сюда попадают просто все новые материалы, которые люди на сайт выкладывают. То есть нельзя сказать о том, что это пять ключевых событий, о которых я должна знать. Это всего лишь способ показать обновление главной страницы. У нас есть блок, условно можно назвать блок сюжетов, хотя это скорее не сюжеты. Какие-то ключевые темы, которым редакция хочет привлечь наше внимание. Это здорово, это классно. То есть попытка заманить на какие-то блоки информационные, это круто. Единственное, что здесь меня смущает, то, что не очень понятно, что из этого какие-то рекламные истории, что-то из этого потребительские, что-то из этого новостные. И они как-то вперемешку сделаны. И, допустим, ДТП в Кирове очевидная информационка, а вот шины и диски непонятно. Товары для взрослых, скорее всего, рекламные. Там сверху образование в Кирове. То есть сама логика формирования вот этого облака тем, она не очень прозрачна. И вот на фоне этого всего очень богатого визуального разнообразия верхняя навигационная панель и за счет своего размера проигрывает всем остальным элементам на главной странице. Вот синяя менюшка практически незаметна. Если мы посмотрим на метрику, на карту кликов, мы увидим, что самая-самая сочная кнопка в верхнем навигационном меню, которую нажимают все, это новости. И вот сценарий, который виден, который становится более прозрачным и более понятен, когда мы смотрим на то, что показывает нам Яндекс.Метрика этого сайта, мы понимаем, что как люди действуют. Они приходят на главную страницу. У них вот эти вот пять кликабельных, пять новостей, самые новые, которые у них попались. И дальше очень-очень жирная красная, красный показатель, красная кнопка – это вот кнопка новости. Они уходят практически с главной, с первой страницы, они уходят вот на эту страницу. Почему они приходят сюда? Мне кажется, что сюда они идут за более привычной лентой новостей. Она лучше организована с точки зрения привлечения внимания. Она все-таки вот здесь доминирует. За счет вот этого воздуха, за счет крупных заголовков. И тогда уже не так сильно вот эти вот мигающие радостные сочные баннеры, не так сильно они отвлекают от сути, от тех информационных сообщений, которые мы хотим увидеть. То есть в данном случае, когда мы говорим о том, как люди ходят по этому сайту, очень, метрика показывает, что очень устойчивое поведение, это первая страница, не спускаясь никуда дальше вниз. То есть вот эти все сочные, яркие разделы, картинки и баннеры, все остальное, оно практически не кликабельно. По ним практически нет переходов. Что в данном случае я бы... Какие бы вопросы я бы задавала редакции и какие бы вопросы я порекомендовала бы редакции задать самим себе? Во-первых, критично отнестись к первой навигационной панели. Все ли рубрики так уж нужны и так уж важны вот здесь вверху? Если мы видим, что люди очень плохо кликают на ТВ-программу, то может быть в каком-то другом месте, в каком-то другом информационном блоке она будет более востребована, чем здесь. То есть почему надо критично к каждому элементу отнестись? Потому что элемент, который не кликается, но присутствует, занимает чье-то место. То, что мы говорим про доминанты, про акценты, про то, что редакция вот этой всей навигационной панелью и тем, как организован контент на сайте, редакция формирует определенное поведение пользователей. Сейчас очень много отвлекающих моментов, очень много баннеров, очень много картинок, если мы говорим про главную страницу, очень много разделов в навигационном меню, и это рассеивает внимание, это не помогает сориентироваться, это не помогает выделить главное. Вот это, мне кажется, интересный эксперимент, попытка на главной не выводить текстовую ленту новостей, а представить ее в виде, во-первых, горизонтальной истории, такого таймлайна, а во-вторых, без заголовков. То есть заголовки вы увидите только, если наведете мышку на эту картинку. Ну, вот здесь вот однозначно в любом случае не будет совета, потому что, ну, да, вот такой ленивый, то, что называется ленивый интерактив, когда ты случайно вводишь мышкой, а сайт каким-то образом на это твое действие реагирует, оно интересно, и карта кликов нам показывает, что, в принципе, люди пролистывают вот этот блок, хотя бы вот так просматривая по картинкам, что происходит. Вопрос здесь заключается в том, что картинки, которые мы выкладываем, они не всегда говорящие, они не всегда четко нас сориентируют, что там за тематика. Исключение составляет только очевидные истории про ДТП, очевидные истории вот здесь вот про пожар, вот здесь тоже про ДТП, то есть когда само событие картинкой своей показывает, да, что там происходит. Все остальное стоящие совершенно безэмоциональные люди, фотографии снятые со стороны уха, какие-то групповые фотографии, на которых непонятно, ни эмоция, ни антураж, да, то есть слишком маленький размер, чтобы было понятно, что там происходит.